Финальной частью торжеств, посвященных десятилетию образования Иссель-Кульской епархии, стал праздничный концерт. Поздравить епархию с первым юбилеем приехали несколько музыкальных коллективов. Московский ансамбль «Ихтис», детско-юношеский хор преподобного Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга и краснодарская арт-группа «Ларга». Праздничный концерт состоялся в местном Дворце культуры имени Владимира Радула. Полный зал, радостные и воодушевленные лица, замечательные музыкальные произведения. Все они настолько разные и все же об одном – о вере православной, о любви к Богу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Детско-юношеский хор преподобного Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга является многолетним другом епископа Феодосия. Поэтому многие мероприятия, организованные под руководством Владыки, не обходятся без этого коллектива. Когда Владыка приглашает, и у меня хористы тоже, они же есть уже, которые выросли, которые взрослые, которые заняты. Я помню, я такой мальчик Алексей, я точно не могу, я никак не могу. Но если Владыка зовет, я могу. Вот, дай Бог Владыке дорогому, чтобы его любовь такая великая, такая подлинная, Христова, чтобы она достигла всех сердец. А вот ансамбль «Ихтиз», который гастролирует по многим городам и весям, «Веселькуль» приехал впервые. Поэтому многие горожане и жители других поселков Омской области также впервые смогли услышать вживую удивительные произведения, которые исполнил этот коллектив. Может быть, для многих слушателей концерта этот ансамбль, исполняющий произведения православных народов мира, стал настоящим открытием. А самих солистов «Ихтиза» впечатлила доброта, которую они встретили в Веселькуле. Я впечатлен встречей, я впечатлен теплом, который у нас встретили, я впечатлен очень Владыкой, его заботой. Он реально, вот как, знаете, я прямо специально скажу, как отец и старший брат одновременно. Как отец, потому что его забота отеческая, а как старший брат, потому что он относится не свысока. Руководитель «Ихтиза» пожелал местным жителям, имеющим такого любящего архипасторя, укрепляться в вере. ПЕСНЯ Также с десятилетиями епархии поздравили и селькульцев, и гостей города, участники арт-группы «Ларга». Их зал встречал особенно горячо, и каждую песню, которую они исполняли, пел вместе с ними. Это, конечно, единение сердец, дорогого стоя, огромная благодарность слушателей за то, что знают песни группы «Ларга». Мы пели не только популярную музыку, мы пели и свои песни, которые записаны специально для нашего коллектива. Вы знаете, вот когда каждое слово, каждую ноту знают и подпевают, это, конечно, ну, просто счастье для артиста. Завершился концерт песней «Наша Вера православна», которую зал слушал стоя. По окончании концерта владыка Феодосий поблагодарил всех, кто в нем принимал участие, кто занимался его организацией и всех тех, кто собрался в зале. А митрополит Дионисий отметил особую атмосферу, царившую в этот день. Дорогие мои, вы на самом деле до конца, наверное, не понимаете, какие вещества. Я, за мою короткую жизнь, много чередей, и во многих городах бывал, и уж какие серьезные представления. Я имел возможность слушать из таких зала первых в России, но нигде и никогда за свою жизнь. Я не чувствовал среди людей вот в такие дни и в таких залах столько любви. Глава митрополии пожелал всем делиться с другими этим великим богатством, той любовью, что живет в сердцах, как делились ею в этот день. Самое знаменательное – это то, что мы сплотились. Знаете, у нас было много мероприятий, очень больших, даже я не ожидал таких мероприятий, что я никогда не думал, что у нас в парке будут такого масштаба мероприятия. Вот, ну, тоже царский поезд, тоже там автокрестные ходы, вот эти, которые больше 200 машин, и сейчас опять под 300 машин было, да. Но не это самое главное. Самое главное, что вот эти все события, все эти праздники, все наши совместные богослужения, они укрепляют нас звери и между собой укрепляют наше общение, нашу дружбу. И мы все больше и больше приближаемся и к Богу, и друг к другу. Мы объединяемся в одном едином духе. По случаю юбилея памятными наградами и благодарственными письмами были отмечены те, кто на протяжении всех 10 лет помогал правящему архиерею в созидании Исселькульской партии.